В городе Надбугом не первый день активно проходит форум обсуждения. Вопросы, которые затрагивают во время панельных дискуссий, касаются каждого белоруса. Речь идет о возможных поправках в избирательный кодекс и политических реформах. Участники дискуссии надеются прийти к общему знаменателю, в то время как мнение людей на вопрос, какие изменения в Конституцию нам нужны, разделились. В первую очередь, по моему мнению, изменить срок избрания президента. А остальное, как бы я не вникал в содержание Конституции, но вот этот вопрос обязательно. Я, честно сказать, в политике вообще не разбираюсь, не влажу и не хочу влазить. Главное, чтобы был мир на земле, спокойствие, да, и не было никаких эпидемий и болезней. Главы государства не должно быть столько полномочий. Вот почему требуются изменения. В конференц-зале гостиницы «Беларусь» прошла очередная дискуссия, главной темой которой стала экология и безопасность жизнедеятельности. В обмене мнениями приняли участие ученые, представители бизнеса, общественных организаций, депутатского корпуса, специалисты предприятий, молодежные активисты. Развитие зеленой экономики, улучшение инфраструктуры, экологии, эти и многие другие вопросы волновали участников мероприятия, которые сошлись во мнении, что для реализации стоящих проектов нужно менять законодательство, которое является основой для развития хорошего продукта. Очевидная проблема, мы говорим, ну, дорожная разметка, да, мы сегодня являемся абсолютными специалистами в этой отрасли, и, ну, на нее не хватает денег. А это элемент такой, не просто управления дорожным движением, это еще, если хотите, элемент, ну, и эстетического вида города, и современности, и так далее, и так далее. Где найти на него финансирование? Если говорить даже о финансировании вот этого проекта. «Симбио-сити», мы его разработали, созданы ряд документов, очень, ну, на мой взгляд, хороших, и оценку дали сегодня наши европейские партнеры, в том числе, допустим, сам System Able Urban Mobility Plan, план устойчивой мобильности города Бреста. Он существует только в Бресте, в нашей Белоруссии. В мире город, который не имеет этого плана, он не может претендовать на финансирование любого какого-то инфраструктурного изменения. Мы его имеем». Но, несмотря на достойную разработку проекта, вопросы по его реализации остаются. Цель проекта – скоординировать разные ведомства, чтобы сделать Брест комфортным для каждого. Нужен человек, который смог бы делать город по-настоящему интересным, благодаря совмещению разных идей. Главный архитектор областного центра Николай Власюк уверен, что для конструктивного диалога необходимо учитывать мнение и желание каждой сферы. «В процессе развития города участвует много направлений и много сфер потребления, такие как архитектура, зеленое строительство, безопасность дорожного движения, утилизация отходов жизнедеятельности. То есть различные сферы. И когда несколько направлений объединены единой целью, получается синергия. Синергия в том, что увеличивается производительность, что ли, КПД от решаемых проблем. Когда мы решаем, например, проблему велодорожки, мы решаем заодно проблему и здорового образа жизни, и проблему экологии». Своим видением экологической политики государства, городов, сельских населенных пунктов делились как эксперты, так и участники. Выступающие затронули вопросы раздельного сбора бытовых отходов, развития инфраструктуры населенных пунктов с учетом экологии и другие актуальные темы. Озвученные предложения в рамках панельной дискуссии будут саккумулированы и переданы для дальнейшего изучения и рассмотрения в парламент.